привет ребята это видео ни о чем сегодня насколько я помню 14 апреля что ли ну да завтра 15 апреля завтра такая важная дата раз год налоги на платить за весь год но естественно кто кто недоплатил кто переплатил тому там возвращают разницу но не знаю у нас как-то каждый год получается что мы как-то не доплачиваем сколько мы не ставим снимать но блин еще больше ставить зарплаты снимать как-то обидно ну короче у нас почти 1000 долларов пришлось доплатить причем мы отправили налоговые декларации где-то недели три или может даже месяц назад но там можно поставить когда именно снять деньги то есть там можно чек выписать как делают это лошары по почте отправляют либо можно сделать это современным как бы способом и ну давай уже давай проезжай можно делать это современным способом просто электронно снимут с банковского счета деньги ну что мы и сделали и вот я заметил мне вчера смс пришла что из банка сняли аэрес сняло аэрес это вы знаете да это налоговая служба для тех кто не в курсе интернет районе сервис это переводится а сокращенно аэрес так что вот федеральному правительству мы остались должны это после всех как бы списание после всего ну а вот правительству штата там получилось что они нам там что-то 70 чем-то долларов должны вернуть ну мелочь блин но хоть так хоть платить не пришлось хоть доплачивать не пришлось так что налоги у нас конечно мощные здесь у всех причем причем заплатив столько налогов мы еще и не получим вернее уже не получили а вот эту вот третью подачку законе которую нам конгресс одобрил ее получили все кто там зарабатывает меньше определенных определенного уровня ну а кто зарабатывает как бы нормально то те никто и не получили не то что то есть нам не то что эти деньги прям спасали спасли жизнь даже тем кто мало зарабатывает но все равно обидно знаете почему потому что те кто больше зарабатывать они налогов больше платят но деньги дали только темно зарабатывает до определенной планки хотя налогов заплачено как бы нами больше тех кто получил да вот это вот обидно немножко не то что даже ешь гри не только в плане денег обидно в плане того что ну а по какого как бы хрена налоги все вроде платим в зависимости от доходов то боль кто-то больше кто-то меньше ну а вот эти вот подачки получают только те кто платит меньше и это это неправильно я считаю потому что такая планка как бы на сегодняшний день это мне кажется не так уж и много ну да ладно вот вы знаете мне попался какой-то пост какой-то что-то какая-то есть группа что звездно-полосатые или что-то такое в общем очередная группа типа про америку там да но как как всегда в таких группах я встречаю людей которые никогда в америке не были но которые очень много знают экспертное у них мнение они знают лучше меня америку ой ребята по-моему уже даже два таких поста мне что-то случайно попалось ну я начал читать комментарии кому-то отвечать и в итоге опять нарвался на всех этих экспертов короче по америке типа ой ё-моё знаете знаете меня всегда бомбит когда когда вот такие вот эксперты рассказывают об американских зарплатах и переводят их в рубли ну и восхищаются мол вот смотрите как много денег платят ну и все это дело люди сравнивают там со своей какой-нибудь астрахани где они живут на эти сценами как бы почему-то почему почему такие люди так красиво переводят американские зарплаты из долларов в рубли но никогда не переводят американские расходы из долларов в рубли вот почему то они всегда так сказать в кавычках забывают это сделать я не я не говорю что все плохо в америке и что как бы там здесь денег не хватает в основном то в принципе все нормально но но той же зарплаты допустим да там 40 тысяч долларов допустим в год это сколько там чё-то три с чем-то по-моему миллиона рублей кто-то там пересчитал я не знаю какой у вас там сейчас курс он все время растет за ним он как на грибах растет стабильно стабильный живот он и растет атака за эти же 40 тысяч допустим долларов или там три там с чем-то миллиона рублей ты купишь меньше в америке особенно услуг они товаров чем допустим той же вашей ну какой там не знаю астрахани там я не знаю архангельские где-то новосибирске или чем можно начать допустим с цен на аренду жилья да можно можно сказать о том что что мы вот например за ребенка за садик платим 1400 долларов в месяц посчитайте сколько это рублей на на 1400 но это по моему около 100 тысяч рублей нам получают на эти ваши деревянные вот и считаете да почему люди почему люди никогда не говорят об американских расходах только говорят об американских зарплатах так красиво мол еще сравнивают слесарь получает в америке там вот столько то причем рублей еще часто вытают это вообще меня прикалывает я мое опять опять же друзья мои не надо мне там писать что я там какой-то там не знаю на прикорме у кремля или еще чего-то я просто говорю то что я думаю а и я не говорю что в америке жить плохо опять же да и денег не хватает ну просто не надо вот не на нас не надо переводить доллары в рубли и блин сравнивать их с ценами там города где вы живете потому что это неправильно потому что это это полное лошарство потому что московском даже в московском метро проезд не стоит 3 доллара за один раз проехать проезд московскому метро ну последний раз я смотрел не знаю давно был рублей там 70 до это доллар это один доллар то есть проезд в нью-йоркском метро в три раза дорогу проездной в месяц там около 120 а может уже и 130 я не знаю доллар в месяц вот так вот друзья мои сколько стоит проездной на месяц в московском метро скажите мне кто-нибудь напишите желательно в долларах и в рублях ну что я в рублях все равно мне они о чем не скажут ну понятно я разделю на 70 на сколько там на 75 или 80 стабильно в общем повышается но кто-то колесо 7 проколол что ли меняют на запаску на докатку вернее но не важно главное доеду в общем вот вот такие вот короче дела господа то есть совершенно неправильно сравнивать просто тупо напрямую по курсу там обмена валюты зарплаты в совершенно разных странах совершенно разными условиями и и совершенно разными разной стоимостью товаров и услуг если товары допустим здесь может быть и дешевые даже сравнимые по ценам ну там с россией да допустим то услуги здесь стоят намного больше да возьмем там услуги сантехника там того же электрика кого там минимум там пришел там как минимум 150 долларов там просто за то что пришел посмотрел на скажите мне где и где у вас есть такие цены вот мне просто интересно так что не сравнивайте несравнимые господа не ведитесь на вот эти вот тупые картинки могут сравнение сколько в рублях там получают такие-то профессии там да причем одну картинку такую я даже проанализировал там кто-то написал мол водитель получает в америке 4125 долларов в месяц ребята где где вот этот где он автор таких картинок берут вот эти вот берут вот эти вот вообще цифры да если водитель вот школьного автобуса получают где-то восемнадцать двадцать долларов в час в нью-йорке да в нью-йорке а в нью-йорке зарплаты выше чем в какой-то там да глубинке то вот допустим 20 долларов в час да это это чуть более 40 тысяч долларов в год ну или допустим 20 долларов в час это 160 умножим на 160 до а часов рабочих за четыре недели за месяц там можно еще сколько-то прибавить да то есть 20 на 160 это сколько это три двести ну плюс еще там да в месяц и больше чем четыре недели ну допустим 3 500 3 500 где взяли 4 100 какой водитель водитель такси который по 12 часов в сутки работает может быть да возможно а если это нормальная как бы восьмичасовая в день работа то где там где там 400 причем от этих трех с половиной еще нужно отнять федеральный налог налог штата а если это идет речь о работе в городе нью-йорк или ты живешь в городе нью-йорк значит тебя еще и нью-йорк сити такс возьмут это третий налог самого города нью-йорк не знаю если в каком-либо еще городе такой такой налог но вот в нью-йорке есть налог еще городской 3 обычно у людей федеральный налог штата в некоторых штатах и налога штата нет таких как техас нам и делавер но с этих 3 500 у вас останется ну где-то 2 700 наверно ну грубо тогда вот 2 700 на руки чисто не уже там остается где 4100 о которых там вот это вот тупая картинка которую мне один один на бросил да ну в ответы мне короче послал вообще я говорю реально знаете чем скажу я это говорил я это скажу еще раз вот есть такое да понятие ватники да понятно что они тупые но есть очень много так называемых и не ватников не подстриотов которые тоже тупые но просто вектор пропаганды у них противоположный понимаете то есть упоротых как ватников так и не ватников полным полно которые просто вот люди однобокие то есть одни смотрят одну пропаганду другие смотрят другую пропаганду вот и все думают головой вообще нет реально меньшинство которые просто реально анализируют хоть что-то сколько раз некоторые мне говорили там что-то из российской пропаганды да я даже смотреть не буду а вы знаете я если уж что-то хочу выяснить то я смотрю обе как бы стороны до вопроса точно так же как и республиканцы демократы здесь я я слушаю пытаюсь слушать хотя бы обе стороны и делать для себя выводы какие-то они просто тупо в республиканскую как бы до версию каких-то событий событий я все равно слушаю демократов тоже допустим чтобы понять чтобы реально оценить как бы ситуацию и уже для себя сделать собственный вывод кто врет да ну вот так что упоротых много и ватников и выше ватников как вы там их называете этих самых как они навальнят до навального короче последователи да то есть их много-много так давайте сюда что ли встану не люблю я среди машин становиться как вы знаете я сейчас магазин тут продуктовый хочу кое-что прикупить вот такие вот дела господа так что упоротых много со всех сторон и и с ними надо бороться ну или плюнуть на них в общем там уже выбирайте сами скажите мне в комментариях с ними надо с упоротыми надо бороться или на них просто нужно уже давно положить большой болт все до свидания и да чуть не забыл для любителей покритиковать зачем передом запарковался они задом это вот чтобы мне удобнее было загружать продукты которые я купил в багажник они вот там вот в кустах копошиться